Самый низкий уровень пищеварения это мясное питание. Потом дальше идет рыбное питание, более высокий уровень. Потом идет вегетарианское молочное питание. Следующий уровень вегетарианское питание без молока, но с вареными продуктами. Дальше идет вегетарианское питание без молока и без вареных продуктов. Сыранилими так называемыми. Дальше идет питание одной зеленью, еще выше. Выше питания одной зеленью стоит питание солнцем и воздухом. Это тоже питание. Вот как растения и деревья питаются солнцем и воздухом, так и человек может питаться. И он может жить при этом, и я видел таких людей. И они абсолютно здоровые, абсолютно здоровые. Воду они получают из воздуха. И солнце дает им возможность синтезировать белки. Ну, то есть они как бы из воздуха получают также вот эти вот необходимые для жизни белки, жиры, углеводы. Все это из воздуха и солнце идет. Синтез происходит как в растении. Поэтому с точки зрения ветвьев, вот пища, которая получена из солнца, из воздуха, то есть зелень, является самой полезной на Земле. Потому что это после Солнца первый уровень синтеза. Потом второй уровень синтеза это уже то, что из листьев получается. Это получаются корни плоды. Да, это второй уровень синтеза. Третий уровень синтеза это животное, которое сняло эти корни плоды. Чем выше уровень синтеза, а животные какие съедают корни плоды? Это животные травоядные, да? А есть еще пищники. И чем выше уровень синтеза, тем опаснее питаться этим всем. Понимаете, да, о чем я говорю? Но люди выбирают самый вот этот высокий, самый, ну вот этот вот, низкий, так сказать, уровень синтеза. Потому что он самый низкоэнергетический, понимаете? То есть для того, чтобы переваривать эту пищу, не надо много сил. Вот для того, чтобы питаться Солнцем и воздухом, надо человеку обладать огромной силой энергетической. Он должен у него в силу воли колоссальная просто быть. Иначе он просто станет дистрофиком, если так будет жить. Даже чтобы стать вегетарианцем, просто человеку должно быть желание просто, желание работать над собой, и стать, он будет самосовершенствованием. Лев Толстой говорил, вегетарианство это не диета, это образ жизни и образ мыслей. Понимаете? Поэтому не надо торопиться никуда. Допустим, выпиваете, курите, допустим, кушаете мясо. Ничего страшного, все нормально. Продолжайте так жить. Слушайте лекции, работайте над собой. Постепенно в вашей жизни все будет меняться. Почему человек курит? Потому что он напряженный. Он таким образом искусственно снимает свое напряжение. Давайте, выключайте все, не мешайте. Просто отключите, переходите. Искусственно снимает свое напряжение. Поэтому он курит. А если он бросит в этот момент курить, у него может быть инфаркт, инсульт или психические расстройства начались. То же самое, чем пьет, почему он снимает свое напряжение. Если он бросит пить, у него тоже будут срывы психические начнутся, ему станет трудно жить. Вот если человеком без спиртного остается, берет куда-то, он будет с ума сходить просто и все. У него пена изо рта пойдет от злого. Почему? Потому что он без спиртным просто себе гасит вот это психическое напряжение и все. Причем есть разные виды напряжения. Есть эмоциональное, эмоциональное такое волевое психическое напряжение, оно гасится спиртным. А есть психическое напряжение, связанное с перенапряжением во время труда. То есть оно имеет такую просто не эмоциональную такую природу, но внутреннюю какую-то зажадость. И это напряжение снимается с сигаретами. То есть человек курит или пьет, потому что он по-другому жить не может. Это безвыходная ситуация. Почему он по-другому жить не может? Потому что он энергию счастья не получает из духовной жизни. Продолжение следует...